Девушки отдыхают Я приехал из Канады за невестой И мой друг Андрей Россиянин поможет в моем выборе Михаил, 38 лет Ни разу не был женат Еще будучи студентом, влюбился в девушку Ради которой был готов на все Но она не дождалась его из тюрьмы Михаил финансовый консультант Актер театра, снимается в эпизодах Американского кино 7 последних лет живет в Канаде Любит танцевать, общается с интересными людьми Занимается спортом Мечтает снять о себе документальный фильм Михаилу не нравятся женщины-куклы С отсутствием интеллекта Женится на целеустремленной и хозяйственной девушке Которая готова подарить ему пятерых детей Здравствуйте Здравствуйте А у вас, видать, по тюрьмной камере был сосед глухонемой Да? Плохо слышал, поэтому вы так разговариваете Или просто показать свои актерские способности Посыл такой был Сейчас я хочу вам сделать презент с Канады Это вам кепочки Когда будете работать на огороде Или на даче Будете вспоминать об этой передаче И, конечно же, и вам цветы О, ваше хорошее настроение О, Канада Щедрый какой Во сколько уехали за границей? За границей я уехал в 21 год Когда мне было Но мечта была с 11 лет Из какого города? Я с села Максимовки Амурская область, город Благовещенск, недалеко И мой жизненный путь начинался с 10 лет И я шел, как говорится, до последнего 20 лет жизни отдана для того, чтобы быть гражданином Канады Слушайте, а в то время Что вы там под Благовещенском знали про заграницу? Откуда? Я знал больше из материалов Молодежи, журналов 10 лет что-то читал в Советском Союзе А что же вас в колонии-то не забрали Для малолетов За то, что смотрели не в ту сторону Наверное, просто получилось Что я счастливый человек И меня никто не замечал, потому что я был как инопланетянин На Дальнем Востоке, в Амурской области Все на меня смотрели, как на А мамка с папкой? Мама у меня одна Сейчас она умерла, как бы в 2006 году А папа никогда не видел Все понятно, Мишечка И вот в 10 лет вы уже мечтали не работать на свою любимую страну На советскую Смял пионерский галстук, карман засунул Где-то там в кустах затаился с папироской Веломорканал И стал думать, куда бы свалить, когда стану большим мальчиком, да? Ну да, в принципе, да А как вот, откуда вдруг, кто надоумил? Почему вдруг стал мечтать? Мой двоюродный брат, который всегда увлекался за границей Он погиб, но он мне дал как бы толчок на запад И после института, когда меня выгнали, я уехал в Москву Год бомжал в Москве После Москвы уехал в Чехию Полгода в Чехии Потом перебрался во Францию Служил во Французском легионе Попал в тюрьму Депортировали не один раз со стороны Мечта все крепла Не открывали визы Я опять пылыл через речку И все-таки в один прекрасный день Взлетел с Лондона с фальшивым паспортом Я улетел в Канаду Разумеется? Да И там уже в тюрьму не посадились за фальшивый паспорт? Нет, Канада гуманная страна И пропускает всех, неважно откуда бежать Как у нас здесь в стране плохо Я плакался так, что мама не горюй И поэтому вам дали убежище Слушайте, ну вы судя по-украински Большая украинская диаспора Потому что говорок у вас такой Да, да, все так Нет, у меня бабушка была украинка А вы вообще-то, ну, кто по национальности Я что-то тут запутал? Человек мира Понятно, безродный Ясно Итак, вы оказались в Канаде И вы чем решили заняться? Я занимался тем, чем угодно То есть, вы сами понимаете За океаном это такая страна Где ты не начинаешь сразу быть большим человеком Надо с чего-то начинать Естественно, мыть посуду Делать деливери, ну, то есть перевозки Очень много работ перепробовал И все это время было не до любви? Или была? Была любовь, конечно Начиналась она с России Первая любовь в России Вторая любовь во Франции Третья любовь в Канаде С француженкой она была замужем, да? Она была замужем, да Поэтому у вас ни во что не вышло И месяц мы с полтора-десяц дружили Она потом сказала, что у тебя есть У тебя нет документов Ты бомж И что дай денег, купи машину Делай то-то, то-то Она к вам, да, так обратилась? Вот какие они меркантильные француженки? Нет, это русская была сомская девочка И она не дождалась вас, да, из тюрьмы? Нет, это первая любовь в России В Благовещенске Не дождалась тюрьмы из Франции А француженка... А чего это она не дождалась-то? Получилась такая ситуация Я встретил эту девочку Она была действительно с тысячи лучшая То есть и по образованию И по культурной Очень такая воспитанная девочка То есть и как бы получилось, что я сказал Пойду во Францию, заработаю немного денег И приедем, будем свадьба там Ну, мечтал, чтобы она будет моей женой Ну, естественно, как бы получилось, что попал в тюрьму Попал в тюрьму, сидел год Город Нант, Франция Ну, она, вы писали ей вообще? Да, писал ей Она писала мне письма любовные в тюрьму Была страшнейшая любовь Не дождалась Не дождалась У него была и в Благовещенске девушка, слышали? И француженка И француженка Так он ловил вас Вот видишь, все равно жену приехал в Россию выбирать А что там в Канаде? Вы в Канаде сколько лет уже? Уже 8 будет в декабре Кстати, и канадский паспорт И вы финансовый консультант, актер театра Там, в русском театре в Канаде? Да, в театре юмора и статеры Снимаетесь в эпизодах американского кино? Да Вот, актер театра Как можно все вместе совместить? Финансовый консультант и актер театра Совмещает несовместимое Да, мне кажется, это невозможно И еще вы Лениным подрабатываете Да, Лениным подрабатываю на день рождения, юбилеях, по ресторанам А там кому это нужно, скажите, в Канаде? Наши русскоязычных людей, которые уже 30-40 лет проживают на территории Канады и США Как они мстят-то, небось, да? Почему мстят? Потому что они наслаждаются, мне кажется, возможностью И уехали, и Родина рядом, в каком-то смысле слова Живая причем Типа, знал бы Ленин, перевернулся бы Ну, понятно, их на жизнь хватает Не жалуюсь, не жалуюсь, дай бог каждому Послушайте, там огромная наша диаспора Я была в прошлом году на гастролях И что, среди канадских девушек, ну, российского происхождения, не нашлось жены? Я вам скажу, что немножко с ума все сходят, приезжают за океан И у них звездная болезнь такая, что там, мама, не говорю, не подъедешь ни на какой козе, как говорится Ну что вы? И о чем вы хотят-то? Они даже имя не спрашивают, когда с тобой знакомятся, они говорят, что у тебя есть Какие все меркантильные К сожалению, в России тоже такие есть А Андрей, вы друг случайный или старый? Почему нет? Я знаю Михаила с более 22 лет Да, а вы где живете? В Логовещенске Вот вы шли сегодня на программу Что вы советовали другу? Я ему объяснял, что на сегодняшний момент нужно содержать жену Должен быть фундамент То есть, на самом деле, у него все есть на данный момент А фундамент у него какой? Там во что? Прочный фундамент На что поедем-то? Ну, есть квартира, машина, есть все То есть, квартира это ваша? Или она у вас в кредите? Ну, кредит у нас копеечный, вы сами понимаете Я не понимаю, я просто не знаю Миша, я когда первый раз поехала в Америку, зашла в супермаркет и заплакала Просто заплакала Потому что памперсы стоили 2 копейки У меня Георгий только родился Я сошла с ума Я помню, я никогда в жизни не забуду Сумма 17 долларов Я заплатила, у меня была вот такая тележка Все там от куриц до памперсов, до всего Когда я поехала, допустим, второй раз Я зашла в супермаркет, думаю, господи, есть нечего Какой кошмар, какой ужас, что здесь продать Здесь нечего есть Вот это большая разница Сегодня уже девочки приезжают сытые Если только не возьмете девочку из Благовещенской, из неблагополучной семьи Как вы были 25 лет назад Они тоже хотят комфорта, понимаете? Понимаете уже все Давайте сейчас подбираемся Просто вот уже по пунктам Что вы хотите, что вам советует друг И что вам скажет профессиональная сваха, профессиональный астролог Возраст? Ну, возраст мне, естественно, как бы интересен от 18 до 25 Нет, это противоестественно в 38 лет, но... А почему вдруг? Потому что с молодой мне легче общаться Потому что молодую нужно, можно вырасти под себя А уже сформировавшись женщиной Первая ошибка Первая ошибка, это не так, это неверно По поводу возраста будем уже в процессе Второе, сколько ходить детей? Ну, трое, пятеро, как Бог даст Не, ну чем дальше он будете тянуть, тем меньше детей будет получаться Если 18 лет, значит она будет без образования И вы должны будете ей либо предоставить в Канаде Проплатить ей обучение Либо вас и так все устроит Да, образование без проблем В Канаде можно хоть 80 лет начинать А вам бы хотелось, чтобы она получала образование? Обязательно То есть она будет вас обслуживать как можно, а как по-другому Рожать детей и при этом еще должна учиться Плюс язык Плюс, чтобы крыша не съехала, нужно будет еще и как-то адаптироваться Ну мы няню наймем, Господи, ну что мы будем? Няню наймем Няню наймем Молодец Современный папа будет Ну вы, конечно, мечтаете о прекрасной любви Теоретически, потому что Венера воздушная в вашем гороскопе, высокая И вы внутренне находитесь в конфликте с традиционными женскими ценностями Образ просто домохозяйки, сидящей рядом с ребенком, вас не устроит Поэтому вы до сих пор не были женаты Если бы вам хотелось домашнюю женщину, давно бы уже женились Вы хотите себе юную осоль Нежную, прекрасную, воздушную, романтическую, очень легкую Очень независимую, способную о себе позаботиться, самостоятельно выплатить Вот сегодня, Лариса, ты знаешь, кто-то делает на этом акцент Нет, многие мужчины хотят зависимых женщин, сидящих, не работающих дома от них У всех своя история Вот Михаилу нужна женщина, которая будет сама выплывать Для вас идеальными отношениями были, уж простите бы Отношения дистанционные Современные виды брака Когда вы живете на некотором расстоянии Она, например, прекрасная актриса У нее свое дело Вы чудесно интеллектуально общаетесь, встречаетесь с временами Но так, чтобы не было подавляющего быта Потому что в вашем случае... Вот представляешь картинку? Начинается фильм Вот как ваша жизнь в фильме выглядела Начинается фильм Стоит красивая девушка и встречает вас Да Плывущего И как заканчивается фильм? Стоит та же девушка, но уже в виде старуки С пятью детьми И вы опять тоже удаляетесь, правда, уже в другом направлении Но не хочется такой... Нет, Селик. Последний вопрос, Михаил Скажите, для вас актерство Это цель, вообще дело всей жизни Или так, баловство в свободное время? Ну, в принципе, да Цель моей всей жизни Потому что сейчас я собираюсь переезжать в Голливуд В Лос-Анджелес И обосновываться конкретно в Голливуд А вы куда хотите? Да, сторонку перееду в Голливуд Я теперь буду говорить о том, что знаю на 150% Значит, с успешным актером жить очень тяжело А с неудавшимся Это катастрофа, это беда Поэтому женщина, которую вы выберете Она еще должна будет тешить ваши амбиции И все время вам мед Говорите, ты самый прекрасный Ленин Ты самый талантливый Ты самый замечательный Это тяжело Но я считаю, что нужно уже приступать Поэтому после рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения Оцените вместе с нами АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Михаил Идите, встречайте первую девушку Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Анна С кем вы? А я с своими подругами Светланой и Александром АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно Ну, чтобы узнать вас поближе, я предлагаю посмотреть на экран АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молча ушла Надеется, что Михаил не причинит ей боли Вот никогда не была попрошайкой Вяжет фенечки Для вас это недорого и нехлопотно Могла бы нам показать что-то, подарить, правда? Ой, ну у меня прям на мне есть фенечки Могу вам подарить Да не, спасибо, уж не надо нам с барского плеча Это просто времени не очень хватает Хорошо Мне кажется, у него загорелись глазки, да, когда он вышел? Да, мне кажется, ему понравилась девочка. Он просто нас еще не видел. Ну, рассказывайте, как вас угораздило влюбиться в человека, которому столько лет голову морочил? Ну, мы познакомились в институте, встречались, встречались, потом стали жить вместе долгое время, он красиво ухаживал. И как-то все время были вместе, на второе образование тоже пошли вместе учиться. Но жили в его семье. Жили в его семье с мамой. И что удивительно, маме-то вы как раз нравились, мотал нервы вам молодой человек. Да, с мамой у нас все было вроде хорошо, общались, ну, дружили. А молодой человек просто пытался контролировать каждые вот шаги, да, какие-то мои. Я вам хочу сказать, когда парень влюблен, они все такие становятся собственненькие, ревнивцы. Кстати, вы ревнивый? Нет. Не, задумался, значит, да. Вот такую зажигалку привезти в Канаду, заснеженную, она там в латиноамериканские танцы. Ну, если он забирает такую молодую жену, значит, он к этому готов, как бы, ну, готова ли я? Не думаю, что он к этому готов. Вы же уходили от него несколько раз и возвращались. Ну, да, как-то он меня возвращал. А вы возвращались за пряники, честно? Нет, можно я скажу? Можно. Да. Возвращалась Анюта, потому что мама очень любила Аню, она души не чаяла, она видела ее своей невесткой. Кто это вам сказал? Мама говорила, что она... Послушайте, меня моя свекровь, Георгия, бабушка, обожает, и я ее очень люблю. Она и Лельку обожает мою, и я все время езжу к ним туда, в Грузию, но никому в голову не придет, ну, как бы, жить только из-за свекрови. А мама звонила, мама звонила, ну, и раньше. Ну, и хорошо, ну, с мамой отношение одно, а с молодым человеком другое. Мама любила девочку больше, чем сам мальчик. Мне еще очень хотелось самостоятельно жить, не жить с родителями, а хотелось бы, предлагала ему неоднократно снять квартиру, давай вместе. Ну, с мамой проще тоже, и с бытовой точки зрения, и вроде как-то, ну, и все хорошо. Вот, а уже когда мы расстались, потом предложила мне поехать отдохнуть, я согласилась, потому что я была свободна, и ничего меня не дешало, и я говорю, конечно, поехали. Ну-ка, это беспринципно. Действительно. Да? Расстались с мужчиной. Ну, конечно. Уходя, уходя. Ну, короче, сколько у вас? Пять лет аж целых было. Пять лет, да, вот это вот качели туда-сюда. Ужас. Достаточно длительное отношение. Да. Ну, практически брак. Да, гражданский брак. А мы должны раскусить Мишу, потому что я сегодня буду на стороне невест. Смотри-ка, в Канаде и так все хорошо, а у нас самые лучшие люди должны уезжать. Это у него потом еще жилплощадью неопределенность полная, то Лос-Анджелес, Калифорния, то Канада. Как говорят англичане, мой дом – это весь мир, мы можем жить где угодно. Да, шалаши нам еще предложить. Я боюсь, что девушка не согласится. А потом, знаете, что Канадцу хорошо, а я не согласилась жить в Лос-Анджелесе. Я тоже выходила замуж за американца когда-то, голодные 90-е. Недели на три. Совсем меньше месяца. Так что не рассказывайте. В Лос-Анджелесе хорошо Брэду Питту, Тому Крузову, потому что когда деньги есть, везде хорошо. А вот смотрите, у вас два высших образования, а у нашего жениха семь классов, да плюс коридор. Но правда он хотел образованную. Да, мне образованную. Вы как вообще? Очень спокойно, нормально. Если мужчина умеет зарабатывать деньги, умеет вы в этом мире как-то кучить. А вы уверены, что он зарабатывает? Ну, как он говорит, что вроде как он верит. И вы говорите. И вы говорите. Не знаю. А вот, девочка, расскажите мне, пожалуйста, когда такая разница в образовании, это вообще будет скреплять в эту семью? Да, нет, не будет. Если мужчина более образован, а женщина занимается детьми, ну тоже не совсем чернозем, хотя бы 10 классов есть, а она занимается детьми, хозяйством, то это нормально. Но если женщина умнее образовывания мужчин, то это беда. Вот мне просто интересно, как можно быть финансовым консультантом, не имея образования? Если мужчина... Значит, в Канаде можно. А вам как? Мне кажется, у Михаила такой взгляд, он уже прям поплыл. Еще бы, ну такую, как Анька, не побудет, она уже и нас очаровала. А может, в Канаде прямо сейчас даст Ане какое-нибудь, ну не обещание, это, наверное, было бы слишком жестко, а какой-нибудь план совместной жизни. Вот как вы видите себе, вы уезжаете в Голливуд, а супруга что при этом должна делать? Вы какой путь для нее предполагаете? Ну, она будет со мной, как говорится, моя муза будет. Она будет толкать меня. Она должна с вами работать? Либо у вас есть финансовые средства, чтобы она не работала? Она может просто длить дома и воспитывать детей. А если дети есть, сидеть дома и воспитывать детей, он будет ездить. А есть вообще желание уехать в другую страну? Ну, желание попробовать есть. То есть я бы с удовольствием, как бы я легкая на подъем могу там, люблю путешествовать, отдыхать, но вот так, чтобы жить... Как с языком у вас с иностранным? По-честному. Немецкий, английский. Немецкий я, да. Со словарем, да? Ну, скажем так, средненько. В отеле договоритесь, если что. В отеле, да, в отеле могу договориться, это точно. Ну, для начала это неплохо. Возраст не смущает жениха? Все-таки 11 лет разница. Не, не смущает. Анечка, опять родители выражаются. А вы ведь для него староватые. Он сказал, до 25, 18-25. Ничего сейчас не грузит возраст эти два года на плечах? Ну, нет. Нет, да? Два года. Сюрприз какой подготовили? Ой, мне для сюрприза надо переодеваться. И хотите переодеваться, а мы пока с подружками поговорим. Спасибо. Михаил, наверняка есть вопросы к подружкам невесты. Лучше узнаете даже. Сколько времени вы знаете уже на девочку? Ой, мальчику. Ну, я знаю 6 лет. Мы вместе работали. А вы сами москвички, да? Да, да, да. То есть вы все с Москвы и вместе? Я знаю с 13 лет ее. С 13 лет. Ну, как человек, она хорошая, добрая, спокойная? Очень. Очень. Она очень искренне, очень чистый, очень отзывчивый человек. И без зависти, без запросов. Вот как девочки, да, хотят, а машина, квартира. Я думаю, что Аня, она, если есть любовь, она именно хочет любить человека искренне. Хотите сказать, что Миша, а вам зачем она, все долюбивая или нет? Вы же сами сказали, няньку ей и домработницу. Ну, понятно, но это же не значит, что теперь сесть и ее ничего не делать, ногти только очистить. А как? А дальше тогда везет, да? Так можно в обезьяну превратиться, понимаете, если сидеть ничего не делать. Нет, почему? Если шестерых детей, вот сколько работы. Он скажет, делает то, она делает то, она будет делать. Михаил, для вас готов сюрприз. Проходите на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, он даже такой стоит на расстоянии. На расстоянии, да. Глаза смотрят, глаза. Все как надо. Все, ему она уже понравилась второй раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, же актер еще. Вначале он растерялся по поводу танца. Смотри, сейчас как включился в процессе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, Анечка. Он наш. Он наш. Какая классная. Обалденная. Легкая, красивая, образованная, естественная. Милая. Боже мой. Все в превосходной степени. Молодая. Как вам она? Все, что надо. Отлично, девушка. А как вы считаете, вы достойны такой девчонки? Да. А что вы ей можете дать того, что не даст ей, допустим, парень из нашей страны? Любовь, уважение. Буду ценить. Это что, наши мужики не любят, что ли? Ой, как любят, как прижимут. Не знаю, как ваши мужики любят, не знаю. Ты почувствовала? Флюиды. Я почувствовала. Он на тебя пускал их. Пускал флюиды, да? О, как паук. Я тоже паук. Прям паутину, знаешь, своим взглядом. Нет, давай. Анечка, вообще, как дорогая машина. Если следить не будет, угонят просто-напросто. Это я вам не завидую. Я на сигнализацию поставлю. Не надо за мной следить. Вася, а что звезды? Да чудесная девушка. И, конечно, этот ваш тип, потому что вам воздушная женщина нужна. Она близнецы. Поэтому я считаю, что вы в этом смысле можете быть в ней заинтересованы. А вот она наоборот. Ей мужчина нужен такой же легкий, как она. А вы козерожище, тяжелый, как камень. А, он козерожище. Желоват для тебя. Желоват. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Уберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся у нас в гостях Михаил. Идите, встречайте вторую девушку. Удачи. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Карина. Рада знакомству и готова сыграть главную роль в вашем фильме. Спасибо. Спасибо огромное. Я стану твоим музыкой. Такой сразу вызов. Как бы бросьте. Здравствуйте, Кариночка. С кем вы пришли? Моя мама Александра Александровна и лучшая подруга Гуар. Девчонки, а вы знаете, что вы похожи просто как... У вас три сестры. Ну, вы все говорили. Вы просто как сестры. Ну, давайте на вас посмотрим. Карина. 23 года. Начальник отдела кадров в торговой компании. Увлекается дизайном одежды и наращиванием ногтей. Катается на роликах. Свободное время любит проводить на природе в кругу друзей и родных. Мечтает о большой семье. После того, как возлюбленный отправил Карину на аборт, она его разлюбила и не смогла с ним жить. Надеется, что Михаилу она подарит много детей. Париночка, а что у вас видно? Вы обещали за руку и повел? Можно сказать, да. На самом деле, история была очень трагичная. Мы провстречались, мы не жили вместе, провстречались три года. Обсуждали тему детей, это все было хорошо, все замечательно. Был тяжелый период в жизни в плане того, что с работой что-то у меня не так складывалось, что-то у него с работой не так складывалось. Понятно, помолвусь тем более. Вы посчитали, что рановато, да? Я не то что посчитала, что рановато. Если бы он меня поддерживал, если бы он остался со мной, если бы сказала родная, хорошая. Немного теряются, когда им сообщают вот такую весть. Ты скоро станешь папой. А уж не окрепший, ты молодой тем более. Так она посчитала или ее молодой человек, ее набор? Ну, она, наверное, тоже посчитала. Я думаю, что молодой человек не хотел жениться. Почему к маме не пошли? Тем более, когда она узнала, сказала, Кариночка, мы бы взяли и помогли бы, и воспитали. А может, неизвестно, а мама, а вы что? Я сказала, уже было поздно. Поздно. Уже было поздно. Девчонки, дорогие мои, я даже своей двенадцатой дочери говорю. Это был трагедий в жизни. К маме, к маме, маму прикроют. А вы что, мамочка, говорили? Ну, а как, вот как с другой стороны скажешь? Пацана взять, у вас этот муж-то есть? Нет. Мама была против него, была против него. Она его вообще не хотела. Отношений не хотела совершенно. Вырвать одно место. А он прямо настоял? Да. Он прямо сказал, или я в борт, или... Да, ну или не было, а просто мне этот ребенок не нужен. Естественно, я понимала, что я одна в таком возрасте, довольно юном, этого ребенка не выкинула. Ну, кто думает, мама? С задним умом, знаешь, мы все умные называются. Ну, Свет, согласись, что если бы она хотела ребенка оставить, она бы оставила, независимо от того, кто молодой человек. Очень сложно решиться на это. Ну, хорошо, миленький. Вот вышла из больницы, и с ним уже не было никаких отношений, да? Я сказала, все, дорогой. Остала висто. До свидания. Ничего у нас не получится. Ну, хорошо. Про прошлое у вас, небогатые, 23 года, тот самый возраст, о котором мечтал Михаил. Александра, не староватый, зятек-то, нет? Честно говоря, чуть-чуть, конечно. А вам чуть-чуть. Старше. Какой есть. Ну, какой есть, да. Какой есть. Скажите, а отпустите в Канаду? Нет. А если Михаил предложит и вам поехать, потом дети будут рождаться, чем нянька? Ты лучше же мама или не лучше, Михаил? Да, я с вами. Мам, ты вывезем? Конечно, без проблем. А пятерых детей, конечно. Ну, пятерых, знаете, я тоже считаю, что все-таки столько, да, сбудете. Я знаю, что вам нужно переодеться, да, для подарка? Да. Проходите. Он, мне кажется, так ее воспринял, так, прям с опаской и держит ее на расстоянии. Вот у него создается, да, такое впечатление? Или он не обманчивый? Михаил, проходите, посмотрите на себе. Он прям вижал. Как он активен или в кости? Михаил, насколько я знаю, вы хотите быть режиссером, поэтому мы сейчас снимем фильм. Я буду в качестве танцовщицы. Это будет а-ля восточный какой-то фильм. Сейчас подруга мне поможет. Одеть. Себя одеть? Вот так, чтобы не одевать. Вот. Будьте режиссером. Ну, это молодец, это тоже, знаете, как смело. А маечка ни по размеру не налезла. Присаживайтесь на ваше место. Подруга у меня будет в качестве хлопушки. Мне кажется, он некомфортно себя уже чувствует. Хорошо, начали съемочку, начали на площадочку все, на площадку. Кадр первый. Дубль первый. Старт. Вот она пошла бедрами крутить. Шакира, Шакира. Ну, высокие каблуки, конечно, тяжеловато. Стоп, стоп, кадр, стоп, кадр. Не торопись. Потихонечку выходишь на сценку. Не надо спешить. Потихоньку. Двигайся, двигайся. Двигайся так. Потом раз, раз, раз. И не спеши. Начали. Заново. Дубль второй. Дубль два. Дубль два. Начали. Стоп, кадр. Снято. 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 Опасная у вас профессия актерская, я смотрю. Да, спасибо, спасибо, девочки-красавицы. Забирайте цветочки и идите в свою комнату. Андрей, у вас есть жена? Да. Потому что сидел, прям обзавидовался. О, красиво, девушки. Есть. За друга рад. Просто за друга рад. Миш, как вам невеста? Очень приятно. Очень характер. Ничего не смутило ни мама, ни... Нет. Ничего не смущает. Меня напрягает его характер, на самом деле. У него есть характер, но хотя, в принципе, мало ли. Может быть, он за несколько минут сейчас выговориться не может. Не может сказать всего, что он думает, всего, что он хочет сказать правильно. Но вот ситуация с Кариной, мне кажется, есть два положительных момента. Первое, вот за всю историю нашей программы я не раздражалась по поводу арабского танца. Почему? Потому что можно было разглядеть. Ну, танцует, конечно, она не как... Ну, какая Фатима! Пять детей от этой Фатимы-то! Запросто! И второе, гражданство. Вот мы сейчас с мамочкой тут побеседовали. У них еще нашего российского гражданства ничего морочится. Сразу канадское приобретаем. Правда ведь? Конечно. Не крутила, не вертела. Правда? Хочет с мамой выжить. Вася, а что звезды? Не ваш тип девушки эмоционально. Я в этом уверена абсолютно. Она не из тех, кто будет терпеть всплески ваши. Потому что вы человек достаточно вспыльчивый, хотя сейчас выглядите добродушным. Когда вы шли на сцену, я рассмотрела ваш череп сзади. Уж простите. И там как раз... Да, потому что до этого я только в лицо могу видеть, а тут я посмотрела и сзади. И там у вас есть... Ну, не буду. Такая... Ну, скажи, здрасте. Вот прям шутманерка какая-то. А я вот по подворотку могу, по ямочке на бороде могу что-то сказать. Есть такая вмятина, и после нее еще горбик. Вот именно когда он в середине затылка, вот этот горбик, он говорит о большой вспыльчивости человека. И терпеть ты не будешь. Ну, скорпион есть скорпион. Да, скорпион она в Африке. Скорпион терпеть не будет. Я предлагаю Михаилу встретиться с третьей невестой. Проходите. Спасибо. Привет. Меня зовут Лилия. Я готова стать твоей музой, если ты оправдаешь мои надежды. Спасибо. Проходите. Спасибо. Дай тебе брелок за это. А, брелочек. Спасибо. Сидарик. С кем вы? Это мои подруги Галина и Людмила. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Лилия. 22 года. Юрист в Государственной Академии. Танцует хип-хоп, вышивает, читает книги по психологии, посещает интеллектуальные клубы. Любит готовить, мечтает создать крепкую семью. Каждый раз, когда Лилия ссорилась с мужем, он ее выписывал из квартиры, а потом снова регистрировал. Устала от постоянных скандалов и развелась. Надеется, что Михаил вернет ей веру в семью. Я знаю, что настолько это невероятно, и наши редакторы попросили вас принести паспорт, да? Да. Показать. Ну, это на самом деле правда. Это как у меня штамп браки последний был уже в графе «Дети». Потому что... Так, давай, давай. Да, здесь у нас. Не, ну это немного. Я вот один раз переезжала, и у меня таких-то столько же штампов. Ой, да ладно, они, наверное, там до такой степени обхихикались, что уже даже... Когда она приносит, уже штамп, наверное, не стоит. А зачем же с таким мужчиной-то, если он туда-сюда тебя... Как вас смело и угораздило? Вам ведь было 16 лет. Да. Когда залетный из Москвы вас совратил. Любовь увидела. А мама ему ноги-то не выдернула? Нет, он старше вас. У нас такая история была. Родители были против. Я долго это скрывала, потому что... Да я сама, когда узнала, сколько ему лет, меня это испугало. Сколько ему было? Ну, ему было 30 на тот момент. Обалдеть. В общем, ранее молодая пташка. Но он выглядел очень молодо, то есть он был в хорошей форме. И он у вас же останавливался, да? Ну, ситуация получилась такая, что сначала родители... Как только я сказала, что познакомилась даже с молодым человеком, что вот столько-то ему лет, как бы родители... Даже на тот момент отец очень строго отреагировал, как бы. Меня просто не выпускали из дома, потому что достаточно большая разница в возрасте. Их это очень напугало. Но потом, как бы, мы все равно начали тайно общаться с ним. Вот, виделись. Удал вам школу закончить? Да, конечно. И уйдет в Москву? Я закончила школу, как бы. И мы решили, что, да, мы переезжаем в Москву, и я поступаю здесь в институт. Я поступила в институт, мы начали жить вместе. Когда началась вот эта истерия по поводу выписал, прописал? Наверное, два с половиной года мы прожили вместе. Вот, и получилось, ну, он очень, наверное, ревностно относился к тому, что вот к моим родителям, то, что я с ними общаюсь, но достаточно тёплые отношения с мамой. Как бы, получилось так, что я уехала домой. А что мама так встревала в отношениях или что? Хорошо, девочка, мамина дочка. Она, знаете, она всегда говорит правду, как бы. И ему говорила правду. А её не устраивало что-то в нём, да? Бездельник, что ли, был? Ему, как бы, ну, я говорила, что столько лет ему, что, как бы, ну, он не особо стремился к работе, карьере, в общем. А, так он ещё и лентяй был у неё. Кошмар. Чего она в нём нашла, вообще-то непонятно. Вот если первый раз Москвой, то второй раз вернул? Да не то, что первый раз Москвой даже. Ничего не обещал, вот просто, как бы, я привыкла к нему, на самом деле. И я понимала, что мне тяжело без этого человека. Даже вот, как он поступил, как бы, я через всё это переступила. Я вообще не знаю, каким нужно ли с человеком, чтобы каждый раз там при ссоре выписывать. А какой нужно быть девушкой, чтобы это всё терпеть? А откуда вы уехали в Москву? Пятигорск. А из Москвы не побоитесь с Михаилом в Канаду? Ну, я думаю, что нет. А разница в возрасте 16 лет? Целая жизнь? Ну, возраст, мне кажется, здесь не является критерием. А что критерий? Что важно тогда? Пообщайтесь с Михаилом. Ну, Михаил, как вы будете относиться к тому, что ваша жена будет работать и будет делать какую-то свою карьеру? Прекрасно. Прекрасно. Потому что я считаю, что женщина должна быть независимой. Сейчас спросите, какую карьеру-то она собирается делать? Да, какую карьеру я собираюсь. Ну, естественно, как бы во Франции жил, я не любил Францию и не хотел учить язык, а в Канаде получилось, что в русскоязычный попадаешь. А какой тогда глядут? Понятно, да. А какой тогда глядут? Ну, будьте реалистом. Конечно. А финансовый консультант у русских, да, наверное? Ну, вот финансовый консультант и юрист. Вы можете в русской диаспоре работать. Все может быть. Ой, она и от нее будет бежать, на самом деле. Он для нее слишком властный. Но вы понимаете, что вы, как только по молодости лет, быстрее выучите язык и начнете развиваться, Михаил, это будет дико раздражать? Поэтому я хочу, чтобы со мной был человек, который будет расти вместе со мной и развиваться. Скажите, а куда он должен развиваться? Вот у него такие прожекты. Уехать в Голливуд. Ну, вот Голливуд, конечно, это не так серьезно. Может быть, все-таки как-то развиваться в плане финансов. Да что вы, он будет развивать вас, он сразу сказал. Я хочу молодую женщину, чтобы растить ее под себя. И сейчас я понимаю, что мы имеем дело с воинствующим невежеством. Высшего образования нет. Вы даже язык не выучили, чтобы ассимилироваться за столько лет. Это не просто удивительно. То есть я понимаю, что вы сами не смогли адаптироваться. Чему же вы можете расти молодую женщину? Ну, отсюда желание все-таки русскоязычную, русскую женщину. Но имеет право, послушай, это его собственная жизнь, и каждый человек имеет на счастье. И Михаил в том числе. Вот он выбрал такой путь. Ему не нужно ассимилироваться. Его достаточно вот... Ну, просто Михаил должен задуматься, а может ли он, имеет ли он право учить молодую женщину? Нет, хочет ли он учить молодую женщину, имеет право. А если, послушай, нельзя человеку заставить. Что он готов дать молодой жене? Есть женщины, которые согласятся на те условия, которые выдвигает Михаил. Поэтому вас либо это устраивает, либо нет. Учить сегодня Михаила бессмысленно. Не мне, не Василиси, не Розе. Рассказал о себе. Я такой. Нравится, бери. Не нравится, найдем того, кто, кого усилит. Вам нравится? Ну, немного меня это смущает, то, что нет в 38 лет, нет постоянно. Так не важно, вам подходит или не подходит. Вот то, что изначально вам дается в качестве правил, вам это подходит? Да, подходит. Ну, супер. Подходит, да? Да. Тогда покажите сюрприз. Михаил, так как я люблю готовить, я решила вам сделать сладкий сюрприз. Вот, если ты выберешь меня, то твоя жизнь будет такой же сладкой, как этот торт. И ты пополнишь. Как на свадьбе. И ты пополнишь на килограмм 10-20. Сначала ты. Так заботливо. Сначала ты, Витя. Сначала. Сначала ты. А теперь ты отведаешь моего. А, ну, половинку такая съела и ему половинку оставила. Видите, как. АПЛОДИСМЕНТЫ Как бы у нас сказали, вы рыгут. Спасибо. Проходите. Сиди, сиди. Андрей, ну, если я полчаса сомневалась в вас, то сейчас я прямо вижу, завидуете. И тортиком накормила, и красивая. Да нет, у меня нет чувства зависти. Понравилась Лилечка? Да. 22 года. Да. А вам? Очень хорошая девочка. Самое главное, что Михаил голодный не будет. То есть у меня девушки готовить, это уже хорошо. Роза? Вы знаете, я порадовалась, честно говоря. Лилечка вам очень подходит. И знаете почему? Потому что это внешне кажется, что она человек тихий и скромный. Обидите, тихо закопает и скромно отпразднует, собственно говоря. Наверняка вам такая жена очень даже подстать. Лиля, это про тебя. Браво, браво. А я вот знаете, о чем думаю? Бедная, бедная, бедная наша страна. Если такие красавицы-девчонки только из-за того, что у вас есть канадский паспорт, готовы на все. Ведь вы не просто самообычный человек. Уже сегодня мало даже таких. Вы как были обиженным в 10 лет мальчиком из глубокой провинции. В принципе, вы и не выросли. У вас какие-то странные идеи в 38 лет. Вы ничего не добились. Вы нелюбопытны. Вас мало устраивает. Но требования к жизни вы предъявляете как в 10 лет большие. Если уехать куда-то, так это за границу обязательно. Если иметь жену, так обязательно молодую девочку, еще и красивую, еще и образованную. Мне очень жалко. Я бы вот... Ларис, ну они, девчонки, тоже имеют право. А дуры они. Хотят жизни сладкой. Имеют право. Что же за что-то обвинять-то? Мне так жалко. А у меня просто сердце обливается. А мне вот... Мне мою страну жалко. Я не кривляюсь. Мне не хочется, чтобы уезжали. Я вам хочу сказать эту маленькую вещь. Получить канадский паспорт, это... Извините меня, не каждый сможет. Конечно. Не каждый сможет. Попробуйте получить канадский паспорт. Я вам всем руку позву. Я знаю такое количество аферистов, которые получали паспорта. Нет. Ну что, Михаил, я живу давно. Я знаю, что хочу сказать. Вы здесь приехал канадец. Ну там, французского происхождения или там, не знаю, любого другого. Но канадец. Вы сидите, вот русский мужчина, 38 лет. Пойди и говорите, там моя страна. Ну что сделала вам наша страна, что вы так нас не любите? Вот я прямо... Не могу. Меня это злобит. Да не нужна ему никакая ни женщина, ни невеста. Он вот... Он пришел сюда показать, на других посмотреть. И еще так выбирать, может быть, из красивых молоденьких девочек. Послушайте, что бы сегодня ни говорили, сегодня только если очень ленивый дебил не работает в нашей стране, он плохо живет и не зарабатывает. Понимаешь? Работать надо. Тогда все будет. Лариса, не волнуйся, у Лилии с этим все в порядке. Она, хотя по молодости велась очень своевольно и родителей не послушалась, не могли просто удержать уже так, как она к своему 30-летнему рвалась. В школьные еще годы. В Москву? Ну, не в Москву, конечно, он наезжал к ней, там история долгая была, но, в общем, захотела взрослой жизни. Она ее получила, хлебнула, и мне кажется, что в ней самостоятельность должная присутствует. Первое, о чем она вас спросила... Мало. Вот мало было, да? В Москве ей мало, когда он ее выгонял, а потом вот так, как ты звал, она бежала ради штампа в паспорт. А сейчас она в Канаду поедет. Не все невесты выходят с женихами, которые заходят к ним в комнату. Поэтому я думаю, что здесь для проформы она согласилась, но еще раз обращаю внимание. Первый вопрос, который задала Лилия, женщина, она сказала, должна быть независимой. Как вы относитесь к тому, что я буду работать? У нее это в голове присутствует точно, поэтому я бы за нее не волновалась. Я бы сказала, тихо закопает. Ну, может быть и так. Ты что, пугаешься сейчас? А что, ничего не пугаю? Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет жених? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Андрей, у вас нелегкая задача, конечно, такие девчонки, одна другое, краши. И все-таки, как вам кажется, кто из них больше всего подходит Михаилу? Ну, вообще, с моей точки зрения, я думаю, что ему подходит Анюта. Анечка, ну как ты думаешь, ты покорил его своим танцем, своей красотой? Ну, тебе понравилось, ты его выберешь? Ой, ну если он, конечно, к нам зайдет, я, конечно, за ним выйду. Мне он понравился, но я думаю, что я его покорила. Он так на меня смотрел. Что вы скажете о девушках? Все были хорошие. Ну, я сделал выбор. Я не знаю, почему исторически так сложилось или генетически. Вот мы все российские люди, такие были все идолопоклонцы. Любой монгол, который приезжал, там, поляк, я не знаю, француз. И мы прямо вот все самое лучше ему на стол. И все вот готовы были сердце и рубаху свою дать. Я не понимаю, почему. Ну, Канада. Ну, заграница. Ну, более сладкая и сытая жизнь. И что? А человек-то остается. Вот если бы вы были, допустим, из, не знаю, там, из Тюмени. Вот я бы вам дала такую характеристику, как я дала, там, пять минут назад. Мне всех девочек жалко. Я не знаю, что вы можете им дать там, кроме того, что им даст канадское правительство. Так они и без вас тогда могут туда уехать. У них перспектив будет больше и возможностей будет больше. Ну, паспорт. А еще что? Видите, если вы до 38 лет вот так вот... Коля, перекати поле. Я не знаю. Вы меня не убедили сегодня. А девчонки роскошные. Поэтому к кому пойдете, к тому и идите. Ларис, не согласна с тобой вообще. И, честно говоря, понятно, ты у нас человек авторитетный. Что скажешь, и многие тебя слушают. А это не всегда правильно. Своим умом надо жить. Смотри, какая у пацана, парня, у этого парня жизнь была тяжелая. И что ж, да, поехал к лучшей жизни. А почему бы нет? А у Максима Голькова легче, что ли, была? Ничего. Просто сейчас девчонки тебя послушают. И могут своего счастья будут лишены. Я считаю, что если Лили вообще не выйдет к нему... А ты за Лили в школе? Конечно. Лили лучше всех ему подходит просто-напросто. Лили, прям вот мне в лицо плюньте, если не выйдете. Ну, если, конечно, вы к ней пойдете при этой ситуации. Лили, однозначно. И счастье вам будет, как говорится. Как ты думаешь, твои шансы? Я думаю, что шансы у меня есть. Я думаю, что он зайдет сюда. А ты выйдешь за ним? Нет, я не выйду за ним. Анечка. Звезды. Конечно, именно она девушка, с которой вы наиболее быстро найдете общий язык. Несмотря на то, что она не подходит под ваш возрастной ценз. Но, надо сказать, я думаю, и вы не под все ее требования подходите уж, если говорить серьезно. Астрологически, однозначно, только с ней вам будет легче договориться. Но надо сказать, что совместимость еще не делает счастливой личную жизнь. Поэтому выбирайте Анну, но помните, что над собой работать придется все равно. Аня, да это двух мнений быть не может. Конечно же, Аня. Ну, вы же живете своей головой, поэтому и продолжайте. Куда сердце вас сейчас позовет, туда идите. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки. Кристина, 23 года, номер 2127. Педагог в детском саду. Профессионально занималась бальными танцами. Выросла в крепкой и дружной семье. Готова посвятить себя только тому мужчине, в котором увидит будущего мужа и отца своих детей. Яна, 21 год, номер 2128. Помощник генерального директора в рекламной компании. Занимается дайвингом, изучает иностранные языки. Гордится, что окончила университет с отличием. Мечтает встретить высокого спортивного мужчину от 22 до 30 лет. Мы не знаем, будет Михаил один или с избранницей. Я приглашаю всем выйти и поддержать его. Добрый день. Ча-ча-ча. Станцуем? Да, станцуем. У нас есть пара, Михаил и Анна. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поднимемся. Спасибо, удачи. Стоять, 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 милиция! Стоять, руки, 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 показали себе, руки! Ну что же за бред такой? Дома мне говорили, что я вообще на артист. Перед вами объект разделения. Держите себя в руке, ладно? Поэтому берем мужчину солидного, страшненького. Чем в черт не шутит? Надо. Живи сейчас, что будет потом, горись у синим пламенем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова